Мед от Мусяхина в Караганде Депутаты и услугодатели обсудили вопросы предстоящего отопительного сезона. Призы получили участники республиканской акции «Оплати налоги через портал электронного правительства». Финпол задержал директора Национального центра гигиены труда и профессиональных заболеваний. Чиновник подозревается в коррупционных преступлениях. По версии следствия, Истелео Аманжоу незаконно предоставлял частным предпринимателям помещение Национального центра. При этом арендную плату за проведение в конференц-зале семинаров перечислял на свой счет. Тем самым причинил ущерб государству на сумму 207 тысяч тенге. Кроме того, предпринимчивый чиновник начислял зарплату человеку, который в центре не работал, деньги присваивал себе. В результате государству нанесен ущерб в более чем 300 тысяч тенге. Аманжоу задержан и водворен в ВВС. В настоящее время следствие располагает данными о его причастности к другим хищениям бюджетных средств, о которых будет доведено до общественности при принятии процессуальных решений, либо по завершении следствия. В Тимиртау раскрыли преступление, совершенное почти год назад. В городе Металургов был задержан бездомный мужчина, который сознался в убийстве двух человек. На днях в одном из частных домов Тимиртау в погребе были обнаружены полуразложившиеся тела мужчины и женщины. Сотрудниками криминальной полиции были установлены личности погибших и оказалось, что с октября прошлого года они находились в розыске как без вести пропавшие. В тот же день по подозрению в совершении убийства был задержан 56-летний мужчина без определенного места жительства. Задержанный признался в том, что в октябре прошлого года, находясь в доме, где и были в дальнейшем, обнаружены тела погибших из-за неприязненных отношений и возникшей ссоры, руками задушил мужчину и женщину. Затем с целью сокрытия преступления трупы закопал в погребе. Депутаты и услугодатели обсудили вопросы предстоящего отопительного сезона. Накануне состоялось совместное заседание постоянных комиссий городского маслехата. Когда горячая вода станет горячей, почему трансформаторные будки нужно перекрасить в черный цвет, об этом и много в другом в следующем репортаже. Пока услугодатели отчитывались о подготовке к отопительному сезону, у народных избранников возник ряд вопросов. С такими неоднократно обращаются избиратели. Самый актуальный – о горячей воде, которая в Караганде вовсе не горячая. Андрей Липунов, депутат, он же директор теплопередающей компании, рассказал, что Азиатский банк возможно исправить ситуацию. Азиатским банком проводится исследование технических аудитов по транзиту с целью вложить большие финансовые средства начать с советского района. И как предложение их полностью закрыть схему. То есть схема будет закрыта, теплоснабжение, не будет возможности, во-первых, уходим от сверхнурмативных потерь, во-вторых, обеспечивать циркуляционный режим, будем иметь каждый день горячую воду. Но и здесь на летний период они пока планируют даже установку альтернативного источника тепла, место ТЦ-1. Но пока это лишь планы. Ведутся разработки проектов, каких-либо подтверждающих документов еще нет. Тем временем у секретаря городского маслехата возник вопрос к энергоцентру. К Абдеглеу Спанова, как и тысячи горожан, волнует экологическое состояние Караганды. По ТЦ-1, что делается для лучшей экологии, все же ТЦ-1 находится в зоне действия нового города. И, к сожалению, когда розовый дров идет, у нас северная, значит, к сожалению, все это смог ложиться на город. Мы получили дополнительное разрешение на выбросы, для того, чтобы больше оборудования было задействовано в зоне ТЦ-1. И, кроме этого, в этом году мы установили эмульгатор на водогрельный котел. На 3% мы сократим количество выбросов. С необычным предложением компании Караганды-Жарык выступил заместитель руководителя отдела образования. Ахат Миштаев предложил выкрасить все трансформаторные будки в черный цвет. По его мнению, ярко разрисованные в стиле граффити ТП привлекают внимание детей. Он даже предложил внести депутатам соответствующие изменения в правилах благоустройства города. Слово о разрытиях. Наболевшая проблема, похоже, не решается. Коммунальщики копать копают, а вот восстанавливать поверхность после ремонтных работ не сильно торопятся. Ответ держал все тот же теплотранзит. Порядка 50 разрытий по всему городу числятся за ними. Буквально 15-20 дней, которые у нас есть, мы заасфортируем все разрытия. Что касается скверов, работы проводятся. На сквере Нуркена-Абдирова мы уже практически процентов 85 сделали. Что касается сквера Алиханова, мы в следующей неделе начинаем его делать. Надеюсь, что к наступлению отопительного сезона мы уже эти разрытия устроим. На заседании постоянных комиссий также рассмотрели вопрос о развитии инженерной инфраструктуры малых поселков и города. Вопросы также включены в повестку дня сессии Маслихата, которая состоится уже на будущей неделе. Двухэтажные дома с экологическими и энергосберегающими параметрами могут появиться в Караганде. Идею местных властей воплотит компания «Экостройсервис». Так называемые пассивные дома снизят затраты на отопление. Проект экологической деревни может быть представлен на Экспо-2017. В ручном водяное, в энергосберегающем тоже водяное. А в пассивном можно предложить теплонедр. И вообще батареи никакие не включать. То есть там тепло может быть вообще, потому что там затраты на отопление очень низкие. Идею доработают и направят в управление предпринимательства и промышленности для рассмотрения на научно-техническом совете по экспозиции на выставке Экспо. Перейдем тогда к следующему проекту. Кроме того, члены КОЖ-совета рассмотрели проекты для включения в карту индустриализации. Один из таких – создание нового импортозамещающего производства стальных канатов компании «Казметис». Проект стоимостью более 900 миллионов тенге предполагает создание 40 рабочих мест. А вот Карагандинский целлюлозно-бумажный комбинат планирует перерабатывать макулатуру в картон и пищу бумагу. Для этого предприятие просит поддержку у государства. К слову, проект также включили в карту индустриализации. Прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь. Далее все самое интересное. Далее все самое интересное. Настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. В областной ДВД прибыла информационно-пропагандистская группа из Министерства внутренних дел Республики. Сегодня карагандинским полицейским разъяснили послание президента «Стратегия 2050. Новый политический курс состоявшегося государства». По словам председателя Комитета по борьбе с наркобизнесом Анатолия Выборова, в рамках разъяснительной работы проводятся мероприятия, направленные на повышение имиджа органов внутренних дел, а также формирование уличного состава высокого уровня патриотического сознания. Также, отметил генерал-майор, работа по обсуждению популяризации темы послания находится на постоянном контроле. Казахстан состоялся как сильное государство с мощной экономикой, социальной политикой и, безусловно, большим международным авторитетом, признанной страной во всем мире. Шесть больших призов и девять утешительных получили жители региона, которые приняли участие в республиканской акции «Оплати налоги через портал электронного правительства». Все подробности у Сергея Высокосова. Портал электронного правительства ЕГОВ существует не первый год. Под цифровыми технологиями подразумевается простое, доступное и доверительное отношение между гражданами Казахстана и правительственными структурами. С целью популяризации портала ЕГОВ и стартовала новая акция. В ней могут принять участие все пользователи портала, оплатившие налоги. Первый розыгрыш состоялся 18 сентября. За его ходом цоновцы и участники смогли наблюдать с помощью видеоконференц-связи в режиме онлайн. В рамках этой акции состоятся три осенних розыгрыша. Сентябрьский только что прошел. Еще остались два – в октябре и ноябре. 18 сентября при розыгрыше по Карагандинской области были получены шесть больших призов. Это цифровой фотоаппарат и планшетный компьютер. И девять утешительных призов. И это карт-ридеры. Пора научиться использовать портал электронного правительства на все сто. Это экономит время. Да и живем мы в 21 веке. Цифровые технологии шагают вперед. Отстал и догнать время будет очень трудно. Кстати, по всем вопросам можно обращаться по телефону 1414, круглосуточно и абсолютно бесплатно. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. Мед от Мусихиных снова в Караганде. Шахтерскую столицу известная компания привезла более 20 разновидностей меда. Сладкий на вкус, приятный на цены и полезный для здоровья. Так сказать, три в одном. В этом убедился и наш корреспондент Амина Смакова. Мусихин Мир Меда Мусихин Мир Меда – это крупная, динамично развивающаяся компания, располагающая собственной мощной производственно-технической базой. На рынке меда Мусихины существует уже 12 лет. Сколько видов этого сладкого продукта существует, сосчитать нельзя. Карагандинцы могут увидеть и попробовать около 20 сортов натурального пчелиного меда свежего урожая. В ассорте меди содержат классические сорта меда, такие как липовый, гречишный, мед в сотах. Есть и благородные белые меда, такие как цирский бархат, таежный букет. Это любимые сорта всех детей. Есть редкие сорта меда, каштановый, мед собранный в кедровом бару. Мед от Мусихин – замечательный лечебный продукт. Специально привезенные особые сорта меда помогают преодолеть многие болезни, говорят специалисты. К лечебным сортам меда относятся мед с прополисом, мед с пыльцой, мед с пергой. Мед с прополисом – это природный антибиотик. Он обладает очень сильными антибактериальными свойствами, противовирусными. Мед с пыльцой обладает тонизирующими свойствами. Его рекомендуют спортсменам, людям, занятым на тяжелой физической и умственной работе. Сладкая выставка мед от Мусихинах посещает Караганду не первый раз. Горожане уже знакомы не только с брендом, но и с качеством его природного лекарства. К слову, им горожане остались довольны. Приток посетителей говорит за себя. По вкусу он такой, знаете, нежный. Нежный такой, вот прям хорошо впитывается. Мне нравится, например. Мне понравилось здесь, что очень много сортов меда представлено. Выбор есть, попробовала. Выбрала для себя каштановый мед. Также еще три вида купила домой для детей, чтобы кушали, пробовали. Для иммунитета очень много сортов меда. Лица покупателей говорят сами за себя. Все сорта меда от Мусихинах пришли всем по вкусу. Те карагандинцы, которые еще не успели посетить эту сладкую выставку, могут сделать это до 30 сентября в здании супермаркета Юма, что в микрорайоне Орбита-1. Амина Смакова, Жлана Мандыков, Асхат Айбидулов, 1-й Карагандинский. Матч «Шахтер-паок» покажет на экране в центре города. Болельщиков приглашают на площадь у Дворца культуры горняков. Трансляция начнется в час ночи. Карагандинский «Шахтер» проведет свою первую еврокубковую игру. Горняки сыграют против греческого клуба «Паок». Матч пройдет в Салониках. Спонсор показа «Галакси Групп» – производитель продукции торговых марок «Алюгал», «Галвин», «Херкюль». Компания «Галакси Групп» вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». Это все новости на сегодня. Напоминаю, телефон новостной службы 1-го Карагандинского, 42-06-49. Звоните, делитесь интересной информацией. Смотрите на завтра в это же время. Всего доброго. Аман Сауборсов. Субтитры подогнал «Симон»!